7 декабря 1920 года, столетие назад, в станице Славянской вышел в свет первый номер стенной газеты «Купча Роста», переименованный затем в «Знамя труда». Позднее издавались «Стройка», «Колхозный путь» и, наконец, в 1962 году районная газета обрела свое нынешнее название – «Заря Кубани». Целое столетие газета приходит в дома славянцев, которые уже не представляют своей жизни без такого нужного им издания. И все это время «Заря Кубани» сумела сохранить то, что ее всегда отличало – большое внимание к читателям и защита их интересов. Свежие новости, актуальные репортажи, аналитические статьи, душевные зарисовки о лучших земляках – все это и многое другое могут найти жители нашего муниципалитета на страницах районной газеты. Несмотря на свой более чем солидный возраст, вековой юбилей все-таки говорит о многом. «Заря Кубани» подошла к своему столетнему рубежу в отличной форме и сумела сохранить молодые энергию и задор. «Корректив очень молодой. Среди возраст, ну, если не брать трех сотрудников, которые еще с начала 80-х, включая меня, работают. У остальных 33-35 лет. Конечно, они горят работой. Задача какая газеты, а сегодня еще и электронная подача информации в интернете – это современное информирование о событиях, которые происходят на нашей малой родине. Мы стараемся этому соответствовать». Одно из главных достоинств газеты – ее неразрывная связь с подписчиками. Коллектив редакции держит руку на пульсе жизни района и находит у славянцев интересные темы для будущих публикаций. «Она на протяжении всех 100 лет. Обратная, интерактивная, как сегодня можно говорить, связь. Раньше мы получали писем, несколько тысяч писем в год. Сегодня мы ежедневно получаем на электронный адрес наш всевозможные пожелания, которые хотят видеть материалы, или подсказки каких-то тем, и мы обязательно реагируем на это». Газета умеет видеть болевые точки и защищать интересы славянцев, тесно взаимодействуя с властями. «Что такое вообще еще газета? Это связующее звено между жителями и властью. На странице газеты, на сайте, в пабликах люди выражают какие-то проблемы. И всегда я очень благодарен, еще раз говорю, всем представителям власти, исполнительной нашей и законодательной, если можно так сказать, за оперативное реагирование и решение проблем населения». И то, что «Зарю Кубани» называют народной газетой, это не просто громкие слова, это реальность, убеждена заместитель главного редактора Анна Коробко. «Нас считают огромное число людей, это как люди пожилого возраста и молодые в том числе. Нас считают учителя, врачи, работники детских садов. Поэтому я думаю, что все наши славянцы так или иначе знакомы с «Зарю Кубани», она занимает существенное место в их жизни. Поэтому да, «Зарю Кубани» – народная газета. У славянской газеты, конечно же, есть свое яркое и неповторимое лицо. В чем же его своеобразие? «Лицо моей родной Заре Кубани – это лица 130 тысяч жителей нашей малой родины на протяжении всех этих прошедших 100 лет. Поэтому она такая яркая, поэтому она такая многоликая, поэтому она такая многоголосая. И поэтому, я думаю, она тем и нравится читателям нашим и подписчикам». На торжественное мероприятие, посвященное столетию выхода первого номера предшественницы «Зарю Кубани» стеной газеты «Купчер Роста» пришли почетные гости. С юбилеем коллектив сердечно поздравил глава славянского района Роман Синеговский. «И вот раз 100 лет газета существует, раз она все это время рядом с нами. Соответственно, она необходима для наших жителей, для нашего города, района, потому что у нее освещаются все яркие события. Они мотивируют где-то людей, они пишут о людях. Где-то и критика звучит для того, чтобы можно было задуматься о корректировке своей работы, если говорить о власти. Вы координируетесь, вы выживаете, вы изменяетесь для того, чтобы продолжать работать, продолжать писать, продолжать поддерживать, продолжать мотивировать всех нас в работе. Развитие, процветание газеты, интересных событий, ситуаций, о которых вы можете писать. Мирно, добра, благополучия и всего вам самого доброго». Депутат Законодательного собрания Кубани Виктор Чернявский отметил, что такой газетой, как «Заря Кубани», можно гордиться. И для этого есть много оснований. «Летопись истории Славянского района. С дыханием эпохи, с судьбами, переживаниями. Заря умеет передавать настроение времени, ритм времени. И в этом ее сила». Во-вторых, дорогие друзья, вы умеете делать газету. В то время, когда газеты стали средствами массовой информации, многие сделали упор на средства, каналы, передачи. Вы делаете упор на информацию, на ее объективность, ее качество, содержание. Вы умеете верстать газету, делать ее привлекательной, мощной по содержанию, отвечающей духу времени. В-третьих, «Заря Кубани» – это школа. Неопытные, необстрелянные, но с горящими глазами ребята и девчата приходят в коллектив и вырастают маститых, уверенных, современных журналистов. Высоко оценила вклад газеты в развитие нашего района и края председатель Союза журналистов Кубани Диана Горбань. Владимир Михайлович Денега сегодня награждается почетным знаком за заслуги перед профессиональным сообществом Союза журналистов России. Вот в этом году это первый такой знак. И пусть меня коллегам не расскажите, пожалуйста, но из тех, кто сегодня празднует столетие, это единственный редактор, который сегодня награждается таким знаком. Владимир Михайлович, спасибо. Добрые слова в адрес сотрудников редакции прозвучали от представителей городских, краевых и федеральных властей, силовых структур. У газеты есть немалый внештатный актив, и он также сказал свое слово. Мне кажется, возраст или старость, тем более там, эти 100 лет, это не про газету, потому что газета – это всегда новость, это всегда завтра, есть сегодня и завтра, это всегда мы, вот это слово мы, это всегда вместе. За творческий и профессиональный труд, за вклад в развитие средств массовой информации Краснодарского края, почетными грамотами и благодарственными письмами от имени главы Славянского района Романа Синеговского, председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева, председателя Законодательного собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям были награждены сотрудники редакции. В коллективе есть и многоопытные сотрудники с большим стажем, и те, кто работает не так долго, но всех их объединяет главное – любовь к своей родной газете. Заря Кубани для них не просто место работы, а нечто большее. Мы всегда находим общий язык и, конечно, отдаем большую часть себя любимой работе, иначе, наверное, в журналистике вообще нельзя, потому что профессия творческая, и у всех творческих людей, как вы знаете, есть много эмоций всегда в отношениях, в общении. Но мы всегда находим компромиссы, мы дружим, мы друзья не только на работе, и вне работы мы дружим, поэтому газета для нас нечто большее, чем просто свежий номер или полосы газетные. Работу в газете я действительно люблю всей душой, потому что я всегда мечтала стать журналистом и находиться в гуще событий, рассказывать людям о самых важных новостях для меня очень ценно. Да, журналист держит руку на пульсе жизни 24 на 7, у нас нет выходных, нет праздников, но мне это нравится. Мы работаем и с газетой, пишем статьи, также делаем видеоролики, делаем фотоленты, и на самом деле большой отклик у наших читателей вызывает именно видеоролики. Наря Кубани – это вся моя жизнь, это моя вторая семья, это мой второй дом, а если подходить формально, то первый по количеству времени, который я провожу здесь. Ведь я еще, будучи школьником, когда не было никаких маршруток, никаких рейсов к автобусу, на попутных машинах из Анастасиевска 25-й школы, ездил сюда, привозил свои заметки. Здесь оканчивал школу основ советской журналистики двугодичную, что потом мне и дало право, вернее, не мне, а я в России не лишнее, дать мне направление на журфак. Да, это моя жизнь. Уже целый век журналисты Зари Кубани изо дня в день пишут историю нашей малой родины. И сегодняшние сотрудники, наследники славных вековых традиций, век новых технологий достойно держат марку газеты, объективно освещая события быстро меняющейся жизни. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».